Всем привет! Сегодня необычный день, потому что я с благодарностью приму ваши советы. Да-да, не удивляйтесь. Но для начала необычный день. Эта кровать скрипит. Необычный день, потому что сегодня ровно год назад мне одобрили кредит. Посмотрите, как цветет китайская роза вся на бутонах. Вот что значит удобрение. Итак, одобрили кредит, который я не могла взять на протяжении года или полтора. Мы пытались по разным банкам и там и сям. И только после того, как я взяла кредитную карту в Сбербанке, попользовалась ей. Только после этого мне одобрили кредит. Да, кредит я взяла на 300 тысяч. Отдавать мне 774 тысячи, 24% грабительских. Но зато у меня теперь есть дом. И сегодня ровно год, как я выплатила кредит. Первый год. Мне еще 4 года платить. Вот, значит, два события. И третье событие у Алексея день рождения. Но вам это уже не интересно. В общем, вот так получилось, что на его день рождения одобрили кредит. А теперь по поводу совета, который я вас жду. Может быть, есть разбирающиеся люди. У меня очередная проблема с компьютером. Работает он у меня на износ круглые сутки. Поэтому у меня постоянно все летит и флешки, и видеокамеры. И вот этим летом я ремонтировала два раза компьютеры. И сегодня пришла с работы. И вот смотрите. Так, я забыла вон там кнопочку нажать. Так, питание подключено. Нажимаю на кнопку включения. Все, он отключается. И сейчас вот он будет вот так пытаться включиться. Будет пикать несколько раз. На экране ничего не загорается. Компьютер включиться не может. Итак, что мы делали летом? Мы меняли материнскую плату и его чистили. То есть проблема не в этом. Ну, единственное, может быть, материнская плата какая-то левая была. В общем, кто знает, подскажите, что делать. Каждый раз бегать в ремонтную мастерскую мне не по карману. Потому что, ну, вы слышали, какие проценты я плачу за кредит. Вот, Алексей у меня два дня работает. А мне нужно обязательно сегодня выложить видео, потому что это видео заказное, рекламное. И вот так вот без компьютера я не могу. Сейчас показываю иустому, как долго она стоит. Вот, пожалуйста. Цветочек этот выращивать геморройно, потому что посеять его надо. В ноябре всю зиму ходить за росточками. А цветет он у вас только ближе к осени. Это вот высокорослое иустома. Но зато она, смотрите, какая прекрасная. Как роза. Долго стоит. Кстати, она может дать корешочки и ее потом укоренить. Ну, в общем, в ремонтную мастерскую, если вы мне, конечно, не поможете советом, мне придется ехать. Для меня сейчас каждая копейка на счету. Мне придется брать такси. Потом у нас в Александрове они берут довольно много денег. И там, может быть, какая-то проблема-то несерьезная. Они, может, какой-нибудь проводочек там пошевелят и все. Но возьмут они, будь здоров. Когда я жила в Струнино, там вот эти компьютерщики, они вообще очень лояльно относятся. Берут немного. Мне один раз даже бесплатно, я вот три раза туда ездила. И вот в третий раз, когда я к ним съездила, вообще поездка получилась бесплатная. У нас здесь в Александрове такого не получится. Мне за все каждый раз придется платить. И такси, и вот этим мастерам. Поэтому я решила обратиться сначала к вам. Может быть, кто знает, в чем дело. Вот он до сих пор у меня там стоит, пикает. Никак не может заработать. Все. Жду ваших советов в кой-то веке. Вот так. Всем пока. Пока.